Всем привет, друзья, с вами Frizen. Сегодня начнем игру под названием Firewatch. Начнем мы ее из-за того, что меня бомбит на прошлую игру, которую мы проходим. Не буду называть ее названием, все и так знают. Мы решили сделать небольшой перерыв и отвлечься, немножко порелаксировать. Давайте начнем новую игру. Ну, новая игра, новая ячейка, конечно. Так. Campo Santo представляет. Это какие-то звуки, такие левые титры, как будто начинается фильм от Тарантино. Болдер, штат Колорадо, 1975. 1975. Рандомный город, рандомные цифры. Ты видишь Джулию? Нет, пока не вижу. У меня что-то в глазах. А, ты видишь Джулию? Ну ладно, вижу. Она примерно твоего возраста, ближе к 30. Смеется в компании хорошо одетых профессоров и аспирантов из соседнего университета. Ты, Генри, пришел выпить со своими друзьями. Ты подходишь к ней? Подхожу. Ты пьян? Так, какая у тебя, ну, специализация? Ты... Так, ты красивая? Ну давай, ты красивая. Эй, ты красивая? Спокойно говорит она. А, ты красивый. На самом деле, нет. Ты это будущее похмелья. Что? Отвечаешь. Ты смущенна. Кто-то должен купить тебе чизбургер, говорит она. Она зовет официанта, неделю спустя вы уже вместе. Ну, в принципе, нормально. Чтобы использовать объекты. О, смотрю, у меня ноги есть. Не то, что в некоторых хоррорюшках. Рюкзак, давай. Одевай, надевай. О, сразу чувствую мой джип. Пикапчик. Блин, чувствительность понизить надо будет. Ну ладно. Вот так ты бросил, да? У тебя бортик не закрывается. Там сзади бортика не было. И сейчас рюкзак улетит. Ты встречаешь... Вы встречаетесь больше года. Она сводит тебя с ума. Это здорово. Жизнь прекрасна. Все хорошо. Ты переезжаешь к ней. Вы живете в квартире рядом с университетом с видом на горы. Вы пьете пиво на террасе. Вы пьете пиво практически везде. Жизнь прекрасна. Действительно, блин. Жулия хочет завести собаку. Ну хорошо, что собаку пока что, а не ребенка. Да не, шутка. Все хорошо. Так. Есть зъерошенный крошечный бигль. Джулия в него влюбилась. Она хочет брать его с собой на работу. Есть еще устрашающая немецкая овчарка. С добрыми глазами. Ничего плохого не может случиться с Джулией, пока она будет гулять с этим псом. Он крутой. Вы выбираете бигли и называете его Бакет. Вы забираете овчарку и называете Мейхэм. Ну ладно, и раз мы типа любим ее. Она будет брать ее на работу. Пусть берет бигля. Бигль-бугль. Бакет. Отличный пес. И неделю спустя вы забываете о другой собаке. Джулия его любит. Ты тоже его любишь. Мне, по-моему, навязывают любовь к собаке. Я хотел овчарку, да? 1979. Вы разговариваете на террасе. Лето. 9.30 утверди вечера. Вечера. У них же... И там 9.30, и тут 9.30. Так. 9.30 вечера. Но жар все еще долетает до стороны пустыни. Что ты думаешь о детях? Спрашивает она. Ну, конечно. Вначале надо собаку завести, а потом уже дети. Дети? Они очень умные. И не на многое годятся. Они не очень умные. Я о том, чтобы нам завести нескольких... Пару маленьких дурачков. Это было бы здорово. Как-нибудь, зачем спешить? Да пофиг, давай заведем. Че нам терять-то? В таком случае нам, наверное, надо пожениться. Да, я был бы рад. Говоришь ты. У детей и так будет куча проблем. Думаю, лучше, если их родители будут состоять в браке. Ты говоришь, что она абсолютно права. То есть они... Больше года встречаются, влюбляются, привязываются. Ну, да, пора жениться уже. Че нет-то? Давай. А, мы весь этот год только ехали. О, у меня на руке кольцо появилось, я видел. Немного понизил чувствительность мыши. Все равно как-то резко. Ладно, привыкнем. Дайте почитать что-нибудь. Медведя, не пускай салюты. Дай карту. Ладно. То есть мы с какой-то Джулией завели собаку. Планируем завести детей. Гуляем по лесам, пьем пиво везде. 1980-й. А, это уже сколько? Пять или четыре года прошло. Вечер четверга. И Джулия опаздывает на четыре часа. Опаздывает... А, опаздывает на четыре часа. Она не звонит. Ты волнуешься и с каждой минуты все больше сердишься. Она возвращается, когда ты уже лег. Она не то чтобы пьяна, но явно хорошо провела время. Вы ссоритесь, когда она ложится под тело. А до этого ты ждал, пока она залезет? Ты злився, ты игнорируешь ее. Ну, злюсь, конечно. Че не позвонила, не предупредила? А? Джулия. Ты называешь ее бесчувственной сволочью. Она говорит тебе идти нахрен и советует перестать быть таким детем. Быть таким детем. Ой, блин. Ты называешь ее эгоистичной. Она знает, что ты говоришь всерьез, и это ее ранит. А других вариантов у меня ноль. Нет, чтобы помириться, понять ее чувства. Год ты с ней разговаривал. Год. Джулия все еще любит рисовать. Она рисовала? Она рисует растения из своих исследований. Рисует все места, где вы бываете. Рисует тебя. Ты играешь мускулами, как Хи-Мэн. Так. Ты резвишься, словно модель Victoria's Secret. Не, мужик, давай мускулы, мускулы. Ты выглядишь восхитительно. Окей. Так, попозировали. А ты вообще кто? Культурист, альпинист. Кто ты? Ну, мужик вроде здоровый. Вечер. Че за горы? Давай. Блин, жаль, что он и веточку так рукой не подвинул. Было бы еще эпичней. Что это? Че? Вышка. Две тропы. Еще 13 километров пути. 8 миль. Да, 8 миль. Пробел, чтобы преодолеть препятствия. Хува. Устал, устой. 382 год. То есть мы до этого год с Джулией не разговаривали. И два года мы идем эти 13 километров. Ладно, это не суть. Летним вечером ты и Джулия любите гулять с Бакетом. А когда мы взяли Бакета? В 89-м. Три года собака живет. Старенькая уже, наверное. В городе фестиваль. На него съезжаются люди издалека. Один из них пытается попасть на вас... А напасть на вас ножом. Но мы ломаем ему руки. Так. Баки допинают ногой. Б-б-б-б-черт. П-п-п-пес. Кричит Джулия. В стрессе она пугается. И ей трудно подбирать слова. Ты даешь отпор нападавшему. Ты отпугиваешь его. Ты даешь ему порожек. Правильно, порожек. Че собаку бить? Так. Ты порезла руку, но хорошенько избил этого парня. Ты не чувствуешь себя крутым. Ты плачешь, пока не приехала по Елице. Джулия просит с этого дня выбирать другой путь для прогулок. Ты согласен. Тебе тоже это нравится... А, тебе тоже не нравится этот путь. С тех пор вы гуляете у реки. Можно я уже погуляю? Мы вон три года гуляли. Вы планируете завести детей, откладывающие из-за... Откладывающие... Откладываются из-за работы. Планы. Сколько мы планировали? Пять лет? Шесть лет? Джулия предлагает работу в Ельском университете. Ель в Коннектикуте. Коннектикуте. За три тысячи километров. Это отличная работа с заместителем заведующей кафедрой. Она хочет переехать. Ты точно не хочешь? Да сфига ли нет? Почему бы и не переехать? Сменить обстановку с большого города поменьше? Так. Ты убеждаешь ее не соглашаться на эту работу. Ты согласен, если она будет ездить туда и обратно? Блин. Не, ну ты ездить туда и обратно, это вообще маразм. То есть ты понимаешь, сколько тебе придется вставать очень рано, пока ты соберешься, позавтракаешь, поедешь. Как минимум пару часов. Там ты работаешь, грубо говоря, 12 часов. Едешь обратно столько же часов. И тебе на сон остается сколько? Шесть часов, блин. Не, нафиг. Ты убеждаешь ее не соглашаться. Блин, не, давай я все-таки согласен, потому что она потеряет работу, наверное, если я откажу ей. Ты спрашиваешь, согласна ли она ездить туда и обратно? Ты не хочешь переезжать? Ну, сука, ты эгоист, блин. Не, чтобы переехать. Чтобы не создавать такие сложности ей в пути. Просто поставил выбор такой. Или ты не будешь там работать, мы не будем переезжать. Или хочешь мотайся, хочешь не мотайся. Но будь всегда дома, да? Так, ты не хочешь переезжать в коннектикук. Коннектикут. Она говорит, что это будет тяжело. Но она согласна. Вот именно, что это, сука, тяжело. Наверное, мужик вообще не работал, да? Не понимает трудностей. Так, ты советуешь ей не отказываться от такой возможности, если это то, чего она хочет. Если это то, чего она хочет, вот по словам мужика, если это то, чего она хочет, то почему бы не переехать? Че за нахер? Она соглашается, она летает. Летает в полдер три раза в семестр. Ё-моё. То есть туда еще и не доехать, да? 1985-й. Жули отправляют домой из Ели в оплачиваемый отпуск. После того, как с ней случился эпизод, она сорвалась на коллегу за то, что тот взял у нее книги, которые были важны для ее исследований. Она не понимала, что за два дня до этого сама с радостью их одолжила. А, хе-хе. То есть она одолжила книги. Пришел хозяин этих книг, забрал эти книги, видимо, ну не сообщив ей, потому что ее, возможно, не было на месте. И она просто нагрубила ему. Ах ты, скоти, наверное, мои книги. А он ей спокойно говорит. Нет, мадам, это книги были мои. Так, ее нашли плачущие на лестнице. Ты говоришь, что вам стоит проконсультироваться с кем-то по этому поводу. По какому поводу? То, что у нее книги хозяин забрал. Вы варите макароны, пьете вино и стараетесь забыть об этом. Не, ну это, блин, не повод, чтобы обращаться к психологу. Давай винишко бахнем. Это срабатывает. Вы смотрите Даллас по телевизору и вместе засыпаете на диване. А когда я уже буду? Жить, не тужить. Дневник, давай. У меня... Блин, что это такое? Это я так позировал мышцами? Какой ужас. Бакет стареет. Ну да, прошло тоже 7 лет. Джулия отмечает, что... Так даже лучше. Меньше будет попадать в неприятности в доме. Что? Меньше будет попадать в неприятности в доме? Что? Неделю спустя она возвращается в университет. 1987-й. Когда дети-то будут, ё-моё? Состояние Джулия ухудшается. Она забывает вещи по своему предмету. Её научная работа в полном хаосе. Она уезжает на своей машине в другой город без каких-либо причин. Её возвращает полиция. Она раздавлена. Её отправляют домой на постоянный больничный. Чё-то с ней не то, да? Может, на экспериментатор каких-то научных исследований? Иногда это Джулия, которая называет тебя дубиной, а ваших нерождённых детей маленькими дурачками. А иногда это полный незнакомец. Она тянет тебя в кровать, чтобы заняться любовью. Через пять минут у неё приступ паники. Ей кажется, что её отец стоит у порога. Понятно. Поехала немножко. Ты говоришь её семье. Они раздавлены и начинают регулярно приезжать из Австралии, чтобы навестить её. Какое-то время твои друзья заходят с приятными мелочами, чтобы скрасить день. Ей становится хуже. О-о-о-о, всё. 1988-й. Ты проводишь дни, следуя за Джулией по дому. Ты считаешь секунды между визитами Даниэла, медбрата, два раза в неделю. Даниэл. Он предлагает перевезти Джулию куда-то ещё. Куда-то, где о ней будет заботиться 24 часа в сутки. В интернат. Ты перевариваешь это несколько месяцев. Ты решаешь перевезти её в место с круглосуточным медицинским наблюдением. Ты намерен заботиться о ней сам. Но за кем-то присматривать это, конечно, сложно. Но в то же время, как бы, он её любит. Они там живут уже сколько? Та-та-та-та-та-так. Больше 10 лет. 12-13 лет. Так? С другой стороны, в приюте за ней будет наблюдать круглосуточно. Медики. То есть, если что, то ей и укольчик. Да ну нахер, давай сами будем заботиться. Чё здесь такого-то? Ну, сложно, конечно, но блин. А чё телепортируют меня по горам каким-то? М-м-м, сколько берёз красивых. Какие виды. Так, у меня пояс есть, а вот рюкзака у меня не видать. Или есть рюкзак на плечах? Баланс нужен? Ему вообще пофиг, шагай ты, шагай ты. Олень. Катя-катя. О, нифига себе, он такой... Ты видел, как он голову-то повернул? Хе. Это невероятно тяжело. А я говорил. Хуже всего, когда ты сердишься на неё, например, когда она сама пытается приготовить себе еду. Ты не можешь ничего делать без неё. А она не может ничего делать без тебя. Когда она идёт спать, ты не ложишься ещё несколько часов. Пьёшь на террасе, смотришь бейсбол летом, игры университетских команд зимой, и снова пьёшь. Короче, я спился, да, в край. Ты начинаешь уходить из дома после того, как положил её спать. В первый раз ты боишься, что она встанет и начнёт ходить по дому, пока тебе не будет. Ты подпираешь дверь спальне стулом. Ты уверен, что она спит, как камень. Но, блин, подпирать дверь стулом, это уже как бы насильное заточение. Принудительное. Бред. Ну, это как бы безопасность, но... Не, я лучше буду уверен, что она спит. Ты ходишь в один и тот же бар в тихом конце Пэрлл-стрит. Там мило. Со временем ты рассказываешь всё Шейли, бармену, как гра сплечь. Ты возвращаешься домой и ложишься около часа ночи, несколько раз в неделю. Ты ждёшь этих вечеров. То есть, и ты начал изменять с этой Шейли? Нет. 1989 полиция. Однажды вечером тебя останавливает дорожная полиция. Тест показывает, что ты пьян, и тебя забирают на ночь. Ты думаешь скрыть это, но рассказываешь Сьюзи, сестре Джулии. Сьюзан. Родители Джулии прилетают к ближайшим рейсам из Австралии. Они не могут поверить, в каком состоянии находится ваш дом. Они говорят тебе, что Джулия поедет жить с ними. Ты не споришь, ты говоришь, что скоро навестишь её. Проходит несколько недель. Приближается лето, и ты видишь в газете объявление о приёме на работу. Ты соглашаешься. Спустя 15 лет ты решил пойти на работу? А до этого ты что делал? О! Вот такой эффект я хотел раньше сделать. Взойти на вышку. Вот это давай зайдём. А что это за круги такие? Я бы... Мог бы поверить, что это светлячки, если бы они двигались. Так, тап. Записи. У меня что-то появилось. Блин, думал, колючая проволока. Туалет, сразу видно. А что такая тропинка? Трыньк далёкая. Так, если приспичит, то и не добежишь. Ммм, какие горы классно нарисованные. По-любо... Ой, маяк. Вышка Торо Ферр. Это вот эта вышка Торо Ферр? Или я вышка Торо Ферр? Ммм. Красота, да? Так, ну там была дверь. А, бегать меня ещё не научили, да? Это и безопасно... Небезопасно это бегать. Включить свет. Как ты, блин, так закрыл дверь? Я включил? Блин, вот эта... Кнопка генератора. Ооо. Шишка. Привет, вышка. Две тропы. Привет. Ладно, чё хочешь. Алло, муле. Ты не той стороной держишь. Вышка до тропы. Это вышка Торо Ферр. Так, держите левый шифт, чтобы активировать рацию. Приём. Э, привет. Кто бы это ни был. Генри, правильно? Ага. Я Делайла. Ммм, парень по телефону уже сказал. Так, что с тобой не так? Простите. Люди устраиваются на эту работу, чтобы уйти от чего-то, так что у тебя... У меня не так... Отличная идея, продолжай. Послушай, я шёл целых два дня, поэтому не очень улавливаю, что сейчас. Попробуй угадать, что у меня не так. Ладно, а потом мне можно поспать? Вечность? Конечно, дружок. Ладно, давай. А, шифт. Ты убила троих бывших мужей? Ты бунтуешь против мамы? Дома тебя никто не выносит. Хорошо. Ты, вероятно, против мамы, которая хотела внуков спустя... По голосу, как минимум 15 лет назад. Ты пришла сюда, и это её бесит, а тебе нравится, можно теперь уснуть. Ну, ещё одна говорит, что я трахаюсь с безответственными мужиками, но со защитой это оказывается от 27-летнего амбициями энергично огонькам в постели. Я... я пошёл. Секундочку, теперь моя очередь. Окей, спокойней, пока. Посмотрим. Я о тебе ничего не знаю. Ты можешь быть... Ты просто любишь деревья, может... Ох... Может... Это запретный фетиш? Деревянный фетиш? Доброй ночи. Доброй ночи. Добро пожаловать на работу. Фир. Watch. День первый. Ты-ка-та-ка-та-ка-та-ка. С каких-то пор ты стал писать. Доброе утро, Генри. Хотя, скорее, добрый день. Ты, вероятно, спала, как убитый. В общем, до захода солнца, еще несколько часов, я вижу тебя за столом, ты меня видишь за столом, я тебя не вижу, она в зале сидит, ответить на вызов, как, ага, подглядывать за мной, вот ты, извини, похоже я спал больше обычного, ты лишь задремал на сколько, 14 часов, ух, ох, господи, сейчас сколько, 6 часов. 18.45, упс, не волнуйся, эта дорога всех выводит из строя, на день или на два, но раз ты встал, позволь вкратце рассказать о работе, в центре комнаты есть штука с круглым картами, видишь, вижу, да, я вижу, это обнаружитель огня, свободный, придуманный в 1914 году, Осборн, если ты будешь использовать для обнаружения правильно, в чем дело, ничего, использовать его для, ох, да нахер, господи, ты видишь тоже, что я? Что это за разное, фейерверки? Где? Я прос... пропустил информацию. Мне нужно, чтобы подтверждили. Да, я не вижу, как я тебя подтвержду? А, да. Ого. Ого. Ты должен немедленно пойти туда и остановить их, риск пожара охренительно высокий. Это правда моя работа? Твоя работа в том, что я скажу. Это ближайшие рейнджеры при... Спусти сюда и... Параблюда. Так. От тупасити хорошенько. Выписать штраф. И не... Урок в плане... Не-не-не-не, господи, нет. Я... Я же не коп. Хорошо, хорошо. Не feed anyone a knuckle sandwich. Get going. Вы, наверное, нужны раппу, чтобы поднимать в тюрьме между вами и лейками, если я помню правильно. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Secure. Shut up. Короче, она говорит, иди на карето... Разберись... С этими... С теми, кто... запускает фейерверки так потом искала где-то взять веревку где возьмите веревку в каком-то ящике у нее код 1234 ладно пойдем отсюда он говорит типа смотреть только не нак не корми никого сэндвичами с кулаками я где выход блин там был выход то ты издеваешься что ли я могу бегать в этой игре shift у меня рация к шик шик ты чё прилипаешь еще к ступенькам давай фигасе ты блин паркур ладно мы же будем мы должны это релаксировать успокаиваться поэтому м взять карту и что так если спуск начинается здесь то я смотрел туда но как бы туда пойдем что это озеро джонси почему не умею бегать как бы делата срочные а мне приходится идти идти я даже не буду ничего делать просто буду идти по тропинке вряд ли игра предусмотрена таким образом чтобы я пошел напрямик через лес не зря же мне тропинку прессовали а меня от веревки а сказал про ящик только я не понял где он он говорит что по в конце он сказал что это безопасно сказал замолчи а вот он я сюда у всех ящиков которые вот такие вот везде пароль 1234 я нашел ящик с припасами так и таких так их много в лесу напомните код много в лесах да они распространены по всему лесу шушень сэкономили нам кучу времени не забирай все хорошо ладно хорошо один как то два три рядом что накручивает тренинг шишка что это записка карта скопировать информацию до самое время прессовать у нас там пожар это что записка читать так но 7 7 86 рон привет старик парень не выдержал так что я заперек его пушку и убрал часть его вещей в ящик нашел один из ботанических батончиков которые тебе нравится я направлюсь в парк но давай нажрёмся когда я вернусь дэйв верни записку куда ты батончик я не это хотел там был батончик больше и в ящике нет шишка на фиг не шишки так я думал нам нельзя оставлять еду люди просто запихивают сюда старую еду вот сюда и медведи эти очки и что-то просто ходить с этой конфеткой так мне куда идти дальше по тропинке будем идти стоп я сбился с курса уже потерялся в лесу а можно это как-то убрать эту конфету съесть ну съешь так да блин shift сообщить о заросшей тропе у меня здесь заросшей тропа да такое было сейчас короче она говорит что такое случается он говорит ладно когда я найду нужные инструменты я помощью своих я застрял с помощью своих мускул расчищу в нам путь ну ладно идем начну прямую в чем проблема то а ты записку просто бросил так люди эр чтобы бежать а можно это поменять вместо шишки шифтер поменять поменял управление медведь так они по-моему сейчас привлекут медведя все-таки доиграются а это не так запускает просто эхо от гор поэтому получается бах а думал медведь рычит но виды здесь неплохие эти скажу так я уже вижу крепление куда прикрепить вот тут уже все прикреплено сообщить о оползни оползни да блин я просрал свою возможность назвать гору короче говорит тут оползнику слишком крутой агридая тут у него нет названия типа можешь придумать название я пропустил возможность долго выбирал не выбрал не дали ему название теперь говорит как ты спускаться говорит при крепи веревку и медленно спускайся спуститься так 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 тяжко мне спускаться вау ни хера себе там высотичка мне кажется на ногах бы мог проще бы скатиться на жопе просто неправильно использовал веревку даем и почему всем этап хочу нажать то ау он говорит я тут как бы упал ангрицовой все в порядке он говорит да все нормуль то есть а как я буду подниматься обратно а еще одна веревка а можно просто задрала ты блин короче крит я нашел еще одна наградит тропинка к лесу а тебе нужно найти на озеро говорит разберись сначала вот с этими придурками потом будешь исследовать акте они хоть это здесь о вот здесь так здесь нет никого уже стреляли по банкам взять на фига те взять гениально ты бросаешь их опа рюкозачки ну-ка потрогай вначале потом будешь рассказывать они оставили здесь свои сумки ладно будем искать туристов давайте закончим на этом серию будем уже в следующей серии искать этих туристов запустим фейерверк если нам позволит блин я бы дал такую возможность запустить этот фейерверк все подписывайтесь на канал ставьте лайки оставлять комментарии всем пока а и и и и и и и и и